Здравствуйте, друзья! С вами Александр Птичкин, автор сайта Multorocket.ru В этом уроке мы с вами создадим вот такую вот композицию в Anime Studio Pro Это могут быть светящиеся светлячки, все что угодно, фонарик Все, что может светиться в программе Anime Studio Pro Светиться и летать в данном случае Ну что ж, поехали! Я эту привидишку показываю именно на готовом видеоролике Потому что, как вы знаете, Anime Studio не отображает в окне некоторые эффекты Для облегчения анимации, чтобы гнать анимацию 5 минут, 10, 15, час с той скоростью, с которой вы поставили Поэтому некоторые эффекты в ней можно увидеть только при нажатии клавиши Ctrl-R То есть, если вы сомневаетесь, нажимаете и смотрите Это кадр рендер, то есть итоговый будущий результат Вот такого результата мы сегодня с вами добьемся Ну попробуем добиться, потому что, как вы знаете, в анимации Не бывает двух одинаковых результатов, всегда получается что-то новое Итак, поехали! Так как у меня будет светиться кружок, я создаю из обычных кружок Вот такого размера Теперь, смотрите, вот эта штука, я еще раз напоминаю, она не существует Потому что, вот я создаю новый векторный слой, видите, у меня пока ее нет Это только заготовка, потому что все инструменты, как вы знаете, у меня отключены По всем предыдущим урокам Так вот, я выбираю эту штуку инструментом создания шейпа У меня стоит галочка BOSS, то есть создать и контур, и заливка одновременно И я нажимаю создать шейп Все это у нас с вами, друзья, было в предыдущих уроках То есть, это базовые уроки по работе в программе Anima Studio Pro Если вы не понимаете, что происходит, я попытаюсь максимально подробно объяснить, что я делаю Но если вы не понимаете, то посмотрите мои предыдущие уроки Начните с первого, лучше всего Итак, я ставлю инструментом центр этого объекта примерно посерединке И еще раз напоминаю, важное замечание Инструменты слоев и инструменты костей у меня заменены Урок по тому, как работать с вашим универсальным инструментом Вот один из универсальных, мы сегодня с ним поработаем И, в общем, урок о том, как работать с универсальным инструментом Либо заменить по ссылке в описании к ролику, чтобы вы вопросы не задавали Я буду работать со своими Со своими иногда переключаться на универсальный Хорошо, увеличил немножко себе этот кружок, чтобы не зумировать камеру Итак, наш объект создался с теми настройками, которые были по умолчанию в Style Как вы знаете, Style сохраняет настройки То есть, вот у меня был предыдущий проект открыт Последний из кружков был такой создан Поэтому Style перенес все эти настройки Если вы закроете кардинально, программу откроете Здесь будет черно-белый цвет Так вот, чтобы работать с этим объектом И чтобы выбрать нужные цвета Обязательно выбираем инструмент выбора шейпа Потому что, как вы знаете, в одном слое может быть миллион шейпов С каким из мы работаем, программа не знает Поэтому только по нажатию на него Вот сейчас, видите, ничего не отображается Вот чтобы вы просто видели, что мы на него нажимаем Давайте еще раз Вот видите, идет выбор объекта То есть, если мы вот так нажмем и что-то здесь будем менять Да, казалось бы, у нас что-то меняется Но у нас нифига не применится к нашему объекту Потому что программа не знает, с чем мы работаем И нажимая на этот, видите, все станет как и было Я удаляю эту штуку, чтобы нам не мешало Следующий кружок мы создадим уже по аналогии После настроенного одного Итак, я выбираю его инструментом выбора шейпа И меняю заливку и меняю контур Итак, заливка Заливка это то, что у нас будет светиться Например, белый цвет Это то, что у нас будет в середине Контур, ну давайте я поставлю 30, например Вот так вот Это то, чем будет светиться наш объект Например, вот будет такое свечение у него Итак, пока никакого свечения у нас не будет Для того, чтобы в дальнейшем можно было наблюдать наше свечение Давайте создадим еще один векторный слой Назовем его фон Так, только по-русски назовем фон Расположим его самым нижним слоем Выбираем из готовых прямоугольник И рисуем по всей рамке То есть заходя немного за рамку Это рамка камеры, как вы знаете Хорошо, теперь я опять же выбираю ее инструментом выбора шейпа И создаю шейп Выбираю этот шейп, где-нибудь на него нажимаю Контур мне не принципиален А заливка мне нужна такая, чтобы мне видеть эффект Который у меня в дальнейшем получается Вот, нажимаю клавишу Ctrl R Теперь я вижу вот такой результат Но почему у меня уже светится, а у вас еще нет? Смотрите, я еще раз говорю, что программу Я перешел из готового проекта, поэтому применили все настройки Сейчас мы с вами это все настроим Итак, я опять же жму на этот объект На наш светлячок И открываю дополнительные настройки Смотрите Вот заходим в этот параметр И здесь ставим Soft Edge У вас открылась сейчас панелька И так как у меня уже была открыта Я нажимаю сюда, это еще раз войти в эти же настройки Итак, что мы здесь видим? Мы видим размытие границ Soft Edge И вбиваем сюда нужное нам значение Например, давайте напишем здесь 12 Но смотрите, я не вижу никакого результата Вот куда бы я ни нажимал Вот если нажму в ней, эта панелька Ну вот тоже не скрывается Результат не меняется То есть, если я нажму ОК И потом опять зайду То я увижу смену результата Но это не очень удобно Поэтому смотрите, что я делаю Я нажимаю вот сюда и снимаю галочку И видите, не скидывая эту панельку Я примерно вижу, какой у меня получается результат Это итоговый результат данного эффекта То есть, вот таким вот образом Чтобы не скидывая через эту галочку Просто нажали, чтобы что-то здесь произошло И посмотрели, что у нас с вами получается Вот если поставим двойку Ну вот видите, размытие границ почти не будет Поставим 14 Вот будет такое размытие границ Хорошо, давайте примерно там один состав Я думаю, что подойдет такое нам значение Если нет, то мы потом с вами, конечно, поправимся Это дело И давайте посмотрим на итоговый результат Нажимаем Renderer Control R Вот мы с вами видим вот такой результат Мы добились свечения Отлично Смотрите, вот если приглядеться То мы здесь видим вот такой с вами контур Можно ли от него избавиться? Давайте перейдем на предыдущий ролик И посмотрим, есть ли у нас контура Ну, от него избавиться, видите, довольно сложно То есть, это именно свечение То есть, можно потом в дальнейшем будет экспортировать в After Effect Конкретно размыть контур Но если вы хотите конкретно убрать вообще этот контур То можно сделать следующее Можно не создавать заливку То есть, убрать заливку Давайте вот выберем этот инструмент Убираем заливку из объекта Нажимаем Control R И вот у нас не будет тогда никакой заливки Тогда не будет никакого контура Это первый пример Второй Можно заливку создать цвета контура И тогда минимально сгладить вот этот параметр Итак, давайте поставим заливку И я нажимаю на пипетку Я работаю в 11 версии программы Ввели здесь такой инструмент А вы только через вот эту панельку Можно вот скопировать код И вставить его вот сюда в настройки Я делаю так Я нажимаю левую кнопку мышки При выбранном этом объекте И натаскиваю вот сюда Нажимаю клавишу Control R Смотрим Ну, максимально границы ушли, да Мы старались как могли Хорошо, возвращаю на белый цвет И давайте создавать анимацию Потому что для этого мы его создавали А потом создадим другие кружки После создания анимации для одного Итак Будем переходить с помощью нажатия Лево-правой стрелки на клавиатуре по кадрам И поехали Теперь я выбираю ваш универсальный инструмент Которым вы не умеете пользоваться Потому что начиная с 9 версии я заменил Это вообще базовая навыка работы Программа с 9 версии Просто не все смотрят с самого первого урока И здесь уже никто не понимает А что происходит, почему другие инструменты Итак, поехали Мы шагом в 4 кадра примерно В первом кадре давайте поставим где-нибудь наш объект Пусть он будет стоять здесь Обязательный центр поставлен на середину Это только для удобства Для наглядности отображения траектории дальнейшей Которая у нас появится Чтобы траектория шла не где-то сбоку А чисто с середины Итак, в 3-4 кадра создаем нашу анимацию Вот пропускаем 4 кадра и передвигаем куда-нибудь наш объект Только вот этим инструментом Чтобы он рисовал траекторию У моих инструментов, как вы знаете, траектория отключена Мне эта функция мешает Поэтому я ее выключил Если мне нужно, я переключаюсь на этот инструмент И рисуем любую траекторию, которая нужна нам То есть, смотри, здесь 3 кадра, 4 кадра, 5 кадров То есть, точнее, не рисуем, мы передвигаем Мы переходим в нужный кадр и сдвигаем Сдвигаем наш объект при любом действии на экране Любым объектом, любым свойством этого объекта То есть, если я вот здесь сейчас захочу выбрать этот объект Поменять цвет Анимация пройдет с первого кадра по этот кадр Потому что, в общем, в программе анимируется все Когда вы переходите в первый кадр и далее И смотрите, вот он наш Наш объект подошел вот Почти к первой точке Я не буду ставить плотную почти к первой точке Давайте вот примерно на таком шаге А теперь что делаем Это же, например, светлячки какие-то В данном случае я их делаю И они будут двигаться рандомно, как вы понимаете Так вот, выбираем последний ключ Правой кнопкой мыши На него нажимаем Cycle То есть, цикл И здесь даже ничего вводить в данном случае не надо Мы с 67 кадра, да, вот Мы сейчас стоим Ну вот, в данном случае с 67 мы прыгаем на первый То есть, вот в данном случае 68 кадр Это то же самое, что и первый кадр При создании цикла Поэтому мы берем предыдущий кадр Ну, это программа так берет, да И из предыдущего прыгает на первый А первый в данном случае для нас это 68 И получается цикл В общем, если вы запутались, то просто здесь ничего не менять Мы прыгаем с этого кадра Указывайте на кадр, в который мы должны попасть С которого все это дело начинается Это может быть пятый кадр, может быть пятнадцатый кадр Но в данном случае я создавал с первого кадра Итак, с первого по 67 и сразу закрываем И что мы получаем? Я нажимаю клавишу пробел и все То есть, анимация будет идти пока Пока, не знаю, заряд компьютера не закончится, да Если мы его вытащим из розетки То есть, это цикл Что мы можем сделать, чтобы оборвать цикл? Выбираем этот объект Немножко сдвигаем Все Цикл оборвался То есть, до этого момента все шло хорошо Но когда нам нужно прервать цикл, мы что-либо делаем То есть, немножко сдвигаем объект Тогда цикл обрывается Вот такой принцип срывания цикла Хорошо, одного светлячка мы с вами сделали Давайте создавать другого Давайте называть их цифрами Создаем дубликатор этого слоя Нажимаем вот сюда Это будет второй Итак, ему, естественно, нужно поменять цвет Давайте, во-первых Мы стоим сейчас обратить внимание В первом кадре передвигаемся куда-нибудь Выбираем Этот объект инструмент выбора шейпа На всякий случай выбираем И меняем цвет свечения, например Ну, какого у нас не было У нас не было зеленого Зеленых не бывает, но и фиг с ними И давайте цвета Цвета заливки тоже немножко поменяем Вот на такой, например Ну, а почему бы нет? Всякое в жизни бывает Вот получился вот такой светлячок Хорошо И ему давайте изменим размер Я своим инструментом Изменю немножко размер И он будет у нас двигаться, например Чуть побыстрее И траекторию ему зададим Какую-нибудь другую Хорошо Вот его первый кадр Когда он стоит Смотрите, он сейчас двигается Почему? Потому что у нас Анимация сделана Давайте удалим эту анимацию Она нам уже не нужна для этого объекта И создадим для него свою анимацию Центр, как всегда, стоит в середине И шагом в три кадра Вот, чтобы на этот объект не отвлекаться И чтобы больше рандом получился Давайте отключим То есть я снял глазки, чтобы просто не видеть Чтобы не совпало так Что я в эту точку пришел И тот объект тоже пришел в эту точку Да, какую-то там назначенную Они вообще двигаются рандомно Это же светлячки Что от них можно ожидать? Это психи Поэтому мы тоже с вами делаем Какой-то абсолютный рандом По которому они будут летать Создав вот три Какие-то четыре траектории Для разных типов светлячков И создав время Разное их действие Потому что время-то абсолютно разное Будет для них Зритель даже не поймет Что они на самом-то деле Движутся по циклу То есть у нас есть заданная траектория Будущая заданная траектория Для светлячков Но зритель этого даже не увидит Вот смотрите Это всего лишь один цикл Для всего лишь одного светлячка Тот за это время пройдет уже Не знаю, раза три, наверное Вот я подвожу первую точку С которой я сортовал Это ведь она Вот сейчас давайте проверим А, вот она Вот она здесь Это здесь объект стоял Хорошо, проверяем себя просто Тогда веду Вот в этом кадре Давайте его чуть подвинем Веду объект наш вот сюда Чтобы скачок был не очень большой Так, ладно Пофиг Эти два кадра убираю Давайте с нуля доделаем Мы перешли сюда Потом Как-нибудь движемся сюда Сюда И пришли к завершающему циклу И вот он будет совершать Вот такую-то странную траекторию Выбираем последний ключ Правая кнопка мышки Цикл Закрываем сразу Потому что настраивается Он по умолчанию Идет он из первого кадра И проходит Смотрим, что получается Включаем второго И смотрим Смотрите, вот Казалось бы Мы можем заметить Какую-то некую траекторию По которой они летают Да Вот в этом месте Они сейчас пересеклись Ну совсем недавно Но теперь они, видите Уже больше не будут В этом месте пересекаться Потому что У них совершенно разный цикл У них время Время действия разное Вот я здесь введу 600 кадров Чтобы на сцене Чтобы они подольше летали А то у меня дошло И сбросилось Да, в анимации Это колесо кадров на сцене Это число Только для работы То есть Сколько вы будете выводить Это ваше дело Это чисто Просто ограничить Вот движение этого ползунка Видите У них рандом То есть Введя еще 2-3 Светлячка Люди потеряют Потеряют Вот эту траекторию Они не поймут Что они движутся Именно по определенной траектории Вот у меня опять дошло До 600 кадра И сбросилось Ну что ж Вот таким вот образом Можно создавать Светящиеся объекты С помощью Дополнительных настроек Для контуры Через эффект Soft Edge Ну что ж Я надеюсь Этот урок для вас Был полезен И до встречи В новых уроках Пока